всем привет друзья сегодня покажу как перематывается вот такой вот клером айзер атомайзер c4 от игрушки так вот у нас например на все ну перегорела вкус гарри идет и нужно что-то с этим делать негде купить клером айзер рядом с китая долго ждать придется делать своими руками обмотку вот разбираем видели таким образом я все снимаю еще раз покажу дриптип снимаем он нам не нужен верхнюю оболочку тоже снимаем снимаем эту штучку резинку я про нее потом чуть еще расскажу далее снимаем нашу обмотку разбираем так здесь конечно все чистим но у меня уже чисто она и показываю что делаем дальше дальше вынимаем вот эту штучку видно вот она вылетела ее также чистим далее здесь резиночка идет ее тоже вынимаем и вот наша обмотка сама обмотка мы ее поднимаем вверх вот она у меня она чистенькая покажу как это делается итак оставляем ее сбоку и показываю как делается обмотка берем нить не хромовую вот она она должна быть обязательно чистая пальцы тоже должны быть вымыты и делаем намотку 1 2 ну допустим 3 зависит от толщины нихромовой нити и от ее может быть у вас не нихромовой нить остальная в общем от сопротивления зависит количество витков и вам нужно поймать свое количество витков нужное вам я вот попробую намотать 324 витка первый раз наматываю эту проволоку по сопротивлению я померю вроде она должна подойти не сильно отличается от нихромовой нити расстояние между витками должно быть сейчас у меня тут не очень красиво получилось и вот так сделаю вот так далее берем такой вот ватку или тампон ватный отрезаем кусочек сейчас у меня здесь где-то уже был отрезан вот так же руки очень чистые у вас должны быть крутим такую штучку чтобы она проделась нашу обмотку нашу пружинку вот эту так продеваем но не должно болтаться у меня болтается поэтому надо чуть чуть толще ватку брать вот так делаем дальше это все дело мы заправляем обратно вот в эту хреновинку видно да заправляем не той стороной вот так надеюсь все видно и продеваем сюда таким образом далее нас идет резинка которую мы конечно все почистили там промыли ее один конец этой проволоки вдеваем в резинку а второй остается снаружи так сказать надеваем так теперь этот конец нам уже не нужен проволоки поэтому мы его отрезаем отрезать надо ножничками я их не подготовил сейчас возьму отрезаем под самые под самую резьбу только для того чтобы был контакт вот так чтобы она не мешала можно было вкрутить потом эту хреновинку вот в эту хреновинку ничего не мешала так теперь дальше дальше у нас осталась вот эта штучка видно вот она мы ее всовываем просто не продеваем проволоку в резинку все есть также отрезаем ненужную проволоку вот так отрезаем можно сказать у нас и готова можно сказать но еще не готова теперь берем берем немножко жижи капнем на обмотку до обмотка должна быть распределена равномерно чем это сделать лучше это сделать чем-то тоненьким я не знаю вот у меня зубочистка например есть распределяем равномерно там обмотку меня не всегда это получается потому что это дело глубоко там находится и сейчас например проволока она жестковатая но он колите и не хочу уже она может просто распасться так дальше капаем немножко жижи на обмотку можно много капнуть но я просто не знаю как будет совести это обмотка поэтому я не хочу тратить лишние капли тем более следующие из китая не знаю когда придут и так вот эта резинка которая одевается сюда ее нужно вот так подрезать вот здесь видно уже да вот так подрезать чтобы ватка вот так лучше впитывала из бака жижу и было чуть-чуть у нее свободы то есть она так лучше будет впитывать и спираль будет лучше смочена то есть не будет меньше будет вероятности получить гарь и так закрываем это все дело отрезаем ненужные ненужные кусочки ваты которые нам мешают вот так закручиваем заливаем жижу закручиваем дриптип и наша обмотка готова можно парить дальше и не нужно покупать следующий автомайзер в сборе у китайца можно все это сделать самому если вы имеете руки и имейте желание на этом все всем пока хорошего вам пара